всем привет вы на канале своими руками сегодня мы будем декорировать ободок маленькими цветочками канзаши вот такими симпатичными красно-белыми цветочками что нам сегодня будет необходимо для работы ободочек каучуковый мягкий зеленого цвета атласные ленты красный и белая ширина лент по три с половиной сантиметра а также зеленая лента 2 с половиной сантиметра ширину для листочков наших цветов вот такие бусинки в количестве 9 штук так как у нас будет 9 цветочков вот такие маленькие фетровые основы тоже в количестве 9 штук для крепления наших цветочков к ободочку а также свечка или зажигалка пинцет ножницы и клеевой пистолет для начала мы сделаем с вами вот такие листочки по размеру они получаются небольшие таких листочков нам нужно будет 20 штук как мы делаем такие листочки мы отрезаем отрезочек зеленой ленты длиной 8 сантиметров теперь нам нужно будет свечка складываем нашу ленту лицевой стороной вовнутрь напополам теперь разрезаем получившийся прямоугольник по диагонали из такого прямоугольника получится два листочка теперь нужно спаять спаяли боковую сторону осталось только вывернуть наш листочек то есть длина листочка каждого получается по 4 сантиметра со вторым кусочком делаем то же самое спаиваем сначала серединку и осталось только вывернуть и осталось только вывернуть нарезаем наши листочки готовы теперь необходимо сделать вот такие цветочки в количестве 9 штук 8 штук у меня уже готовы осталось сделать последний будем его делать вместе сам листочек состоит из пяти круглых лепесточков канзаши в середине украшенной бусинкой что нам необходимо отрезать два кусочка ленты красный и белый по три с половиной на три с половиной и теперь должны сделать вот такой круглый лепесток мы складываем наш красный квадратик по диагонали чтобы получился треугольник и то же самое делаем с белым теперь накладываем белый треугольник на красный и концы сводим к центру с одной стороны и со второй стороны теперь перегибаем наш листочек пополам ровняем если необходимо отрезаем буквально немножко кончик лепестка и теперь нам нужно соединить то есть спаять теперь немножко обрезаем низ нашего лепесточка и пропаиваем каждую сторону отдельно теперь можно разровнять наш лепесточек чтоб он имел круглую форму лепесток готов внутри у нас белая снаружи красная таких лепесточков нужно пять штук теперь можем собрать наш цветочек промазываем боковую сторону каждого лепесточка и склеиваем при помощи пинцета очень удобно сдавливать наши лепесточки чтобы не деформировать их сильно склеили все лепесточки вот такой цветочек красно-белый получился теперь осталось приклеить бусинку в серединку цветочек готов еще раз повторяю таких цветочков нужно сделать девять штук когда все цветочки и листочки готовы можно приступить к декорированию нашего ободочка но прежде чем клеить цветы на ободок наш мы еще приклеим к каждому цветочку по два листочка вот таким образом соединяем два листочка и наклеиваем к серединке цветочка то же самое делаем с остальными цветами так как я делаю я делаю У нас остались два цветочка. К ним мы прикрепим по три листочка, это у нас будут крайние цветочки. Таким образом по три листочка. И два по три. Когда все наши цветочки с листочками готовы, можно приступить к украшению нашего ободочка. Продолжение следует... Приклеиваем последний девятый цветочек. Листочком вниз. Вот такая красота уже получается. В виде веночка. Очень нарядный. Яркий. И осталось зафиксировать наши цветочки при помощи фетровых основ к ободочку. Фетровые основы приблизительно 2,5 на 2 сантиметра. Можно приклеить лентами. Я решила, что для надежности приклею вот такие кусочки фетра. Приклеиваем цвет листиков и ободку. Таких основ 9 штук необходимо. То есть приклеиваем каждый цветочек. Для последних дел. Так. Да. Так, так. 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 Талия. приклеили все основки если вам понравилось наше видео подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии ставьте лайки adios bye bye всем пока